Воздушно-космические силы России за эту неделю атаковали полторы тысячи объектов террористов в Сирии. Эти данные привел сегодня официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Коношенков. Точечными ударами уничтожены 12 станций перекачки топлива и почти 200 цистерн. Уничтожен также командный бункер террористов, из которого они координировали действия артиллерии при обстрелах населенных пунктов. Репортаж Антона Верницкого. В США и их союзники отреагировали на информацию о торговле нефтью между террористами ИГИЛ и Турцией, которую обнародовал Российский Министерство обороны в начале недели, активизации разведывательной деятельности у турецко-сирийской границы и в районах нефтяных месторождений. За последние дни зафиксировано трехкратное увеличение количества беспилотных летательных аппаратов коалиции. Вот вы видите, с нашего беспилотника ведется наблюдение за беспилотником так называемой коалиции, действующей на территории Сирийской Арабской Республики. Причем в отдельные периоды количество одновременно находящихся в небе Сирии беспилотных летательных аппаратов коалиции достигает 50 единиц. Не зря военные атташе, приглашенные в среду на брифинг Министерства обороны, так активно фотографировали карты передвижения нефтяных цистерн в сторону Турции. Но даже несмотря на то, что пути торговых маршрутов были показаны всему миру Российским Министерством обороны, террористы до сих пор так и не прекратили поставки нефти в Турцию. Правда, теперь караваны автоцистерн тщательно маскируют под обычные грузовые фуры. Причем хочу подчеркнуть, какой силой пожар возник и как горят нефтепродукты, которые подтверждают, что данные большегрузные автомобили были переоборудованы под наливники. В результате точного попадания вы видите масштабы пожара, колонна полностью уничтожена. Только за последние сутки было уничтожено больше 40 автоцистерн. Всего же за неделю 170, а также около 20 станций перекачки топлива и кустарных нефтяных комплексов террористов в районах Алеппо и Рака. Всего же наша авиация, по сообщению Министерства обороны, сделала за минувшую неделю 431 боевой вылет, нанеся удары по полутора тысячам разных объектов террористов. От укрепрайонов и лагерей подготовки, в одном из которых были уничтожены сразу несколько главарей, среди которых некто Абу Абду, до складов с оружием. С данного пункта осуществлялось снабжение бандформирований, действующих в северо-западной части Сирии, в частности, противотанковыми комплексами и зарядами к нему. В результате точного попадания полностью уничтожен склад и хранившиеся на нем противотанковые комплексы и заряды к ним. В этом месте как раз и находились те самые ракетные системы ТОА американского производства, из которых террористами сначала был обстрелян наш вертолет, участвующий в поисковой операции летчиков сбитого в Турции 24 ноября российского самолета. А затем и группа наших журналистов. Боевики сами выложили в интернет картинку этих обстрелов. Судя по детонации, уничтожена не одна сотня ракетных боеприпасов. Антон Верницкий, Дмитрий Синицын, Первый канал.